Рассказывать можно десятки часов подряд, потому что вся жизнь была наполнена разными событиями. И так Бог сделал, что жизнь была в гуще событий, как бы в эпицентре всевозможных событий. И так вот получилось. И я за это благодарен Богу. У меня был даже один случай такой. Я думаю, что Славе рассказал, когда мы ехали с ним отсюда ночью как-то. Вот отсюда, вот в Лидерске, я тоже посидел и слушал. И поехал назад, он не очень рассказал меня за себя, за свою судьбу. Я ему за свою судьбу рассказывал. Ну так повелось, что так случилось, что у меня несколько было серьезных травм в жизни. А вот я терял кровь, несовместимая была жизнь. Меня привозили уже мертвым. И терял, выходила моя душа из меня. Да, потом со стройки упал с крыши. Тоже весь переломался. Вот, потерял зрение. Да, потом Бог меня и опять зрение восстановил. Потом очень сильно появилось тяжелое заболевание. Вот, я практически сел на инвалидную коляску. Вот, потом Господь и опять меня поднял. Вот, 2018 год, я посчитал, у меня не было дома, 176 дней. Вот, вся моя жизнь сегодня находится в путешествиях. Вот, и я благодарю Бога. Да, я, может, где-то пью таблетки, вот, но сегодня служу Господу как никогда. Мне это очень нравится. Нравится мне общаться с людьми, нравится путешествовать, нравится делиться жизненным опытом. Вот, и как я понимаю, здесь те люди, которые готовятся все-таки стать служителем. Правда? Вот, и это нормально, это правильно. Первая моя библейская школа, и вообще, немножко расскажу несколько вещей. Вот, мне было 15 лет, ко мне подошла одна женщина. Она, она далекая, ну как, она, не далекая, может, даже недалекая, может быть, она племянница, наверное. Она была племянницей Голдемейра. Знаете, да, был племянницей министром района? Вот. Одна из ее племянниц на сиденье у меня в церкви находится. А, да. Вот. Вот, а две, в 76-м году, мой брат, может, лучше знает эту историю. Вот, в 76-м году они покаялись в церкви у моего отца, вот, в подпольной церкви. А вот эта женщина, за которой я сейчас буду рассказывать, она тоже, их не родственница, она умирала от рака крови. У нее была лейкемия. И они ее позвали домой от отца. У нас дома была подпольная церковь. Они за нее помолились. Она приняла веру в Христа. И пошла, пришла на работу. Худая, желтая. Пришла на работу. Она работала там, ну, где-то в ИТР, где-то называют, знаете, вот, ИТР-работники. Да. Ну, а ей говорят, значит, Люба, ты что-то пришла? А вот. Ну, а ее любовь, Иосиф. Что-то пришла. А вот, теперь это, ну, может быть, ей не собрать эту охрану, кто-то мне сказал. Она говорит, а я не помилостей Божьей, больше болеть не буду. Сейчас ей 96 лет. Я могу показать ее фотографии. Ей 96 лет, она жива, она здорова. К сожалению, недавно сына похоронила. У нее оттойл капитал огородного судна. А вот, два оплава, два оплавания, жила в Левостоке. А вот, вот он недавно умер. А вот, она его похоронила в полном сознании, в полном уме, а все-все-все-все нормально. А те две женщины, вот, они работают на две девушки, когда еще молодых, 76-77 год был. Вот, получилось так, что у них было возбуждено дело, когда они приняли Христа. У них нашли книгу «Мирзбоа» от Беллигрейда, такая была книга. Нашли эту книгу, возбудили вас против них дело. И вмешалась сама Голдемер, она позвонила Брежневу, вот, и Брежнев. Он дал добро им выехать в Брежнев. А вот, они уже пожилые, уже 1,74 года. Вот, вот они приезжали давно к нам в церковь. Ну, вот так вот, приезжали в церковь. Мы, как бы, дружим. Вот, о чем я хотел сказать, мы с меня какая-то была перед этим. Да, да. А, и что я хочу сказать, вот эта женщина, вот эта любовь, да, любая сила, да, в 15 лет она мнеала книжечку. Она мне говорит, да, Павлик Сночек, на, почитай? Ну, вот. Это была книга, она называлась «На пасторское служение». Я не знаю, почему она мне ее дала. И я помню, я стал ее читать, а книжечки тогда были очень редкостью. Напечатанные книги были редкостью. У меня дома есть достаточно много книг, наверное, книг 6 или 7, которые мой отец с матерью переписывали от руки. Понимаете, от руки. Не переплетен, а другие переписанные книги. Вот, да. Ну, и я помню, я читал эту книгу, и мое сердце стучало во мне. И мне казалось, что мне это нравилось. Мне казалось, что это на самом деле мое. Мне казалось, что я вот именно это смогу. Я казалось, что вот, вот, это прямо вот, я что-то зовет, что-то тянет вот туда. Понимаете, вот в те события, которые я в этой книге читал, понимаете. Вот. И потом я пошел в армию. Армия была, ну, мы пережили очень сильное такое помазание. Я чуть-чуть рассказывал. У нас была очень интересная была южная ячейка. Мы много свидетельствовали, мы много ездили по деревням. У нас были два фотовимечителя, на чердаке стояли. Кто старые люди, может, занимался фотоделом, знает. Вот. Перефотографировали сенитом. Рисовали картинку. У нас там был один парень, который красиво быстро мог прорисовать. Перефотографировали картинку, такое вот приглашение. Например, мы собирались там ехать или в Ливн, или в Хутор Михайловский, там, или еще в какие-то деревни, там, где были верующие люди. В 30-е годы в Орловской области, в частной части России, было очень сильное баптистское пробуждение. Его можно назвать именно баптистским пробуждением. Вот. Моя мать тоже тогда покаялась. Ей было 14 лет. Вот. И вот она рассказывала такие вещи, что это было очень сильно такое время. Тогда, когда ходили по 15 километров, зимой в снег проваливаясь, но шли в церковь. И у них была небольшая деревня. И в деревне было 70 человек. И там вот в каждой деревне почти были маленькие церкви. И вот, когда я уже рос, еще были вот эти люди, еще эти... Они еще сейчас летом остаются, эти небольшие церкви. Вот. Тогда это было очень долго. Сейчас очень много деревни вымерло. Я с нами рассказывал. Привережащие деревни, а там просто уже, ну, как... Деревня призрак, знаете, страшно смотреть. Ну, и в общем, вот, куда-то мы ездили на такие организации, где был, были кто-то из верующих. Мы заранее договаривались. У нас была кое-какая аппаратура, ее до 70, такая вот тяжелая была. И было несколько мотоциклов с колясками. Вот. И мы, которые фотографировали, за ночь пару сотен фотографий делали. Вот. На длинцеватель утром, потом едем туда, надеваем сапоги. За час до богослужения мы разносили эти фотографии по домам. Добивали полные дома. Вот, реально, полные дома. Проводили богослужения. Пока мне до портворка дело дойдет, кто-то там дозволится, кто-то скажет, а может и не скажет. Но бывали такие моменты, мы уже все собрали, а с ним обедаем. Или уже назад едем. Да, сажали обезьянники, все было. Мы были в куче событий, понимаете? При обезьяннике. А? При обезьяннике? Да. Чего-то правильно знаю. За решетку, да. Да, что-что. Хорошо, что-то знаю, да. Это не за обезьянник. КПЗ у нас еще звали. КПЗ. А вот. Камерам договорили там заключение. А вот. Да. Но интересно все это было. Знаете, вот я хочу сказать. И что я хочу сказать? Потом я пошел в армию. Армия была у меня очень тяжелая. Из меня физически выбивали, как бы, мое отречение от Бога. Был момент, когда меня избили так, что мне оказали полностью почки. А вот. У меня такая еще вторая гематома, вторая голова была. Такая вот рядом. А вот. Били толпой. Сразу по ногу. А вот. А почему били? Вызывали. Начальника бледнодела. Он был такой. Кидиар. Фамилия его была полковник. У него была такая фуражка. Как у авианосца. Этот. Палуба взлетно-посадочная. Да. Он специально как бы шел. Такой был здоровый. Дядь у него бас такой был. А вот. Ну и он. Что там. У меня 18-летний пацан. Когда ты сидишь перед таким большим военным чиновником. А вот. А он с колоком по столу стучит. А там листок был какой-то написан. Вот. Для меня уже приготовлено. Только нужно было расписаться. И все. Я, Павел Сергеевич, отрекаюсь от своей веры в Бога. Считаю, что все это прижимки прошлого. Я принимаю курс партии народа. Обязуюсь жизнью и поведением доказать, что я, значит, стал на путь исправления. И так далее, и так далее. А вот. Ну. И вот. Этот листок в два раза в неделю перед моими глазами появлялся. Он меня вызывал к себе. Садился. И он меня прорабатывал. Вот так. Эмоционально, психологически. Теперь я уже понимаю, что Бог меня готовил для определенного служения в стране моей, в России. Сегодня я понимаю, потому что на мою долю, я вам истинно говорю, мало кто знает об этом. Ну, в России многие знают, там, и старшие наши братья знают. На мою долю в моем городе выпало очень непростое служение. Мы всегда были вот реально в городе рожденной передовой. На нас обкатывали все законы. И продолжают нас обкатывать. И мне приходилось всегда просто стоять за церковью грудью. Вот я вам это говорю откровенно. Вот. И что я хочу сказать. Значит, ну и я вспоминаю. Я когда лежу, лежу в коптерке, я так молюсь, а мне Господь говорит, придет время, ты будешь строить церковь. Я прям слышу внутри. Я так, знаете, я от себя отгонял эту мысль. Я говорю, да нет, кто я такой? Вот. Зачем это мне? Вот. Ну, интересно, как Бог повел, я пришел с армии. Мне было всего 21 год. 21 год шел. Вот. И 21 год приехали большие епископы. У вас пастор Вячеслав знает, о ком я говорю. Груза, Акара, отец приехал. Гучин, еще живой на Флориде, здесь живет. Вот. И рукоположили меня и парня, который на 5 лет старше меня пастором, на меня помощником пастора рукоположили. Вот. 21 лет я был просто мальчишка. Вот. И я правда не знаю, почему люди подняли нас и сказали, вы будете. И я отказался не смог. Вот так получилось. Вы будете. И все. А времена были настолько тяжелые, что мы в год 86 и часть 87 года, мы платили за каждое богослужение штраф. За каждое. Это история. Она у меня есть вся. У меня есть архивы, все это сложено, все это лежит. У меня была такая пачка штрафов. У нас даже была такая пословица. Вызывают в рай исполков, а попадают на админкомиссию. Понимаете? Административная комиссия была. Каждый вторник бы туда ходили, как на работу. Каждый вторник. Приходил милиционер с двумя от меня полицейскими. Виноват приходил и вообще человек под вас приходил. У нас был больный дом, была загрестирована церковь. Все было официально загрестировано. Им не нравилось, что рукоположили молодых людей, и нас нужно было снять. Семи силами. Они нас штрафовали. Не выдали нам какое-то разрешение. Они выдумали сами, что они должны нам выдать какую-то бумагу, удостоверение, чтобы мы имеем право проводить богослужение. Они нам ее не выдавали. И на основании этого они говорили, что мы делаем нарушение, как бы, законодательства по религиозной свободе в стране. И на штрафовали налог. Одна же, вот меня, Алина, вызвали, сидели там, ФСБшник один сидел, нас вызвали, ну и стали прорабатывать. А он кричит, вы, тормоз, коммунизм. А я молодой был, ну что мне было, 22 года. Я говорю, ну а вы видели, когда-нибудь, я говорю, локомотив без тормозов. Я говорю, куда, говорю, без тормозов, он уедет. Вот. Он исходил в Чернильнице. Знаете, Чернильница раньше была. И меня запустил очень Чернильница. Да, иконников звали его. Ну вот, что я хочу сказать. А потом, а потом прошла свобода. В 87-м году я ему все рассказывал. Мы были несколько раз, я лично езжу, несколько раз к министру Харчу. Был министр по делам религии, представитель министра СССР. И получилось так, что в 86-м году взорвался Чернобыль. И Горбачеву нужно было обратиться к Сахару. Сахару Андрей Дмитриевич Академия был, который когда-то изобрел водородную бомбу. Он в это время был в Горьковом ссылке. И есть фильм, который стоит в интернете. Вы можете посмотреть этот фильм. Там очень интересно. Не знаю, как он называется, но я как-то находил его. И он там был без средств всякой связи. Только у него был телевизор, и он газеты читал. Он был именно на даче в ссылке. Его заставляли продолжать работать, как бы, какой-то научной деятельностью заниматься. Но он был вот такой вот опальный ученый. И Горбачев звонит ему. Я говорю, Андрей Дмитриевич, вы знаете, что наша сторона постигла большая трагедия. Он говорит, знаю, смотрю телевизор и читаю газеты. Он говорит, в лесу живу, смотрю телевизор и газеты читаю. Он говорит, нам нужна ваша помощь, потому что мы льем саркофактно взорвавшимся реактором. Но у нас есть противоречия среди ученых, и мы не знаем, что это может произойти. Вот какие процессы происходят. Мы боимся, что второй взрыв может быть хуже, чем сильнее еще, чем первый. Он говорит, я могу вам помочь. И я говорю, знаю, какие процессы сейчас там проходят. Но у меня есть к вам требования. Он говорит, назовите, а мы на ближайшей пленой партии их рассмотрим. И он говорит, мое требование, чтобы вы дали гласность, свободу в стране. Это не Горбачев выдавал это слово «гласность», а это выдавал Игнат Дмитриевич. Он ему сказал этот термин. Вот, свободу слова в стране, дали свободу его распорядания, отпустили всех политзаключенных, всех узников совести и перестали преследовать диссидентам. Горбачев сказал, что я на ближайшей плену партии это рассмотрю. И в мае 87-го года, я помню хорошо, потому что я, как сейчас помню, сажал картошку и в прямом эфире, я слушал, может, кто-то из вас еще помнит это, был пленом партии и заговорили о гласности. Заговорили о гласности. Вот. И получилось так, что потом это был, скорее всего, наверное, уже ближе к осени, сентябрь, может быть, Рейган и Горбачев в реке Авиаке встречались, и у них должно было быть подписание договора о сокращении ракетской недальности. И Рейган говорит, мы не можем, я готов подписать вот этот договор, но у меня есть к вам требования. Он Горбачев сказал, ну, если это возможно, мы постараемся выплыть. У вас сидят узники совести. Он говорит, нет такого, это говорит, клевета. Он говорит, нет, не клевета. И он положит ему на стол фамилии и имена всех узников совести, которые в Советском Союзе сидели у давления завернул. Он позвонил министру внутренних дел Советский Союз. Он сказал, да, это правда, они у нас нет. Он сказал, срочно выпустить всех на свободу. И пришел мой дядька, пришел у нас еще паса в партийский церкви, пришел Боенчика. И пришли все-все тех, кто тогда съели, и началась свобода. Началась свобода. К нам приехал из Совета Министров инспектор, собрал нас. Позвал уполномочия, приняла в религии. Одного КГБшника позвал, и вот этого Японникова, который сильно занимался тем, чтобы нас задавить. Вот, он председатель Росполкома Железнодорожного был. И у нас в доме, в нашем, была беседа, совещание. Этот молодой инспектор, он сказал, что партия повернулась лицом к религии. Вот, и нужно перестать штрафовать, нужно перестать их набить. А вот, нужно, значит, пришло новое время. И это правда пришло. Потому что такая свобода, Господи, ее было столько. И мы ее пили, как холодную воду, эту свободу, понимаете. Мы ходили по школу, мы делали на стадионах, мы старались в каждом веке, в каждом районе делать богослужения, понимаете. Но потом началась миграция. И вот, как интересно, я первый получил, я первый получил статус беженца. А вот я пришел к консулу, нас вызвали. Я положил эти несколько штрафов. Она пошла, пришла и со слезами на глаза. Она говорит, вам дали, мы вам дали статус беженца. Все. А вот, через месяц я узнаю, что тайно от меня наш пастор тоже отпадал. И тоже уже получил статус беженца. А вот, и получилось так, что я попал в библейскую школу. А вот, ну, ему все рассказывают, Бог мне не позволил выехать. Если бы захотел, Господь бы, я, конечно, бы разрешил поехать. Иди, ей, пожалуйста. Но я так и остался. Я так не смог, потому что церковь вся практически выехала. Вот, я остался с несколькими бабушками. И вот начался мой реальный, настоящий пасторский опыт. Вот, в 90-м году я начал просто, вот, погружаться в настоящую пасторскую жизнь. Еще работал на работе, начальник был водителем, потом механиком, гаража был. Вот, да. И стал погружаться в эту пасторскую жизнь. Я стал исследовать Писание. Я стал говорить о спасении. Я раз стал, я помню, я первый раз сказал, пробовать о радости спасения. Вот. Вижу, как какая-то туча повисла в церкви. Такая раз. Все, как на меня смотрят, такие глаза у всех хмурые. Вот. Да. И, значит, после собрания они меня арестовали. Одна спереди, одна сзади, две по бокам. Вот, привели в другую половину меня допрашивать. Какой радости спасение, если не проповедовал. Мы спасены в надежде. Мы радоваться ничем не должны. Мы проходим через проблемы, скорби, переживания. Ну, в общем, непросто мне было. Истинно, я говорю, я так радовался, когда они поздно начинали умирать. Я с таким удовольствием хоронил моих бабушек. Я вам откровенно говорю. Я так шел, делал грустное лицо. Я говорю, господи, спасибо тебе, что все еще становится свободнее, свободнее, свободнее. И вот так, и потом, конечно, началось на самом деле пробуждение. Господи, какое это было время. Вот, я помню, я ночью писал по 25-30 этих объявлений от руки. Тарфорет такой обводил. У меня корявый почерк, я тарфорет обводил. Вот, утром у меня был ижак с коляской. Вот, я выезжал клеить. Рано утром брал жену. Ижак с коляской, это мотоцикл. Вотоцикл, да. Вотоцикл, да. Вотоцикл, прошу прощения. Вот. Мотоцикл, да. И чтобы не срывали, я жену сажал на шею из себя, намазал, что она на стол вот так, чтобы повыше клеила. Мы собирали полный дворец-жезнодорожник, он был забит, мы подставляли стулья. Господи, какое это было время. Это было время, на самом деле, вот тогда, как духовная весна. Просто вот возьми палку, засунь в землю, она расцветала и давала плод. Понимаете, это было удивительное время, вот. И, конечно же, я не смог уже оставить этих людей, вот. И мы начали делать разные проекты. Стали открывать новые церкви. Сразу, начали, сразу несколько церквей. Семь церквей сразу вначале. По сей день все эти церкви работают, все они живы. Вот. Потом еще несколько церквей начали. Вот. И все оказалось, что вот так. Но проходят времена. Проходят времена. А вот. Мы подъявились, прошла эйфория. Люди уже не стали так принимать Евангелие. А вот. Мы подъявились, кто, под каким флагом пойдет дальше. Обзавелись своими молитвыми домами. Понимаете, прошел какой-то вот. Такой восторг всего от этого. Наступил уже как-то совсем другого плана и качества работа. А вот. Теперь уже приходится сражаться за каждую душу, чтобы ее провести к спасению. Просто за каждого человека реально приходится сражаться. И все это непросто. Потом, в 94-м году, где я сам в 64-м году, у меня ровно было 30 лет, я руку положил на епископа по центральной части России. И вот уже 5 лет я являюсь епископом во всей России. Понимаете, друзья? И что я хочу сказать? На самом деле, я посмотрел на сегодняшнее, на сегодняшних пасторов, на сегодняшних служителей. Я посмотрел это реально. Я езжу, я живу с ними беседу, разговариваю и проживаю с ними жизнь. И что я хочу сказать? На самом деле, поколение вот этих новых пасторов, оно выросло уже в другое время. Не в такое, как рос я. И таких уже мало. Их осталось в моей стране, как реликтовый гуминоид. Их можно посчитать по пальцам. Их немного осталось. Тех, кто с детства верующий, кто прошел через времена гонений. Их уже очень-очень мало. Это новое поколение служителей. И я вам скажу, это здорово, это классно. Побольше бы их сегодня, но они выросли в тепличных условиях. Они выросли уже в совсем иной духовной и материальной реальности. И мне лично приходится самому переформатироваться, чтобы понимать этих людей. Но я всегда говорю, ребята, я как бывалый, я хочу вам дать некоторые советы. И вот сегодня я тоже хотел бы поговорить с вами. Потому что наверняка кто-то из вас будет служить в определенном секторе Божьего Царства. Кто-то будет лидером домашней группы, кто-то может быть будет пастором. Кто-то будет в вестиженское служение, кто-то детское служение. Какая разница, это все люди, это все души. Первый мой простой совет, я не буду говорить какие-то заумные вещи. Первый мой совет, помните, одно, что мы делаем на этой земле самую удивительную и самую почетную работу. Самую почетную работу. И работали с десятками детей, или работали с пожилыми людьми, какая разница, с кем мы работаем. Мы сегодня переправляем души человеческие просто из царства тьмы, царства света. Большего счастья быть не можем. Большей жизни быть не можем. Лучшего ничего быть не можем. Я вот вспоминаю такой момент, это был 97-й год. Вот после моего падения с крыши, я сильно когда заболел, у меня заболели все кости. У меня заболело полностью, все мышцы заболели. Я еле-еле-еле ходил. Я помню, мы начали реконструкцию моего дома, нашего дома. И я помню, я наработавшись еще целый день, я помню, я так себя плохо-плохо-плохо-плохо чувствовал. Я в этот день пришел, сел, вечером 11 часов, были вести. И был такой момент, когда по этим вестям сказали, что сегодня ушел из жизни золотой тенор, столетие, луча на повороте. И он за несколько месяцев до своей смерти, он уже знал, что он врет, у него был рак. А в России он любил, в России любит классику. Вы сами знаете, у нас классическая школа, она развита и музыкальная классическая школа, и вокальная классическая школа. У нас любит оперу очень сильно. Он приехал дать последний концерт. Я видел, когда он пел, он слабенько уже пел, потому что у него физических сил уже было маловато. Да, и в тот его приезд, она и девушек, она берет у него интервью и говорит, скажите, пожалуйста, что самое лучшее в вашей жизни было, и что самое было тяжелое? Он сказал, самое лучшее в моей жизни было, конечно, это то, что Бог поцеловал мои голосовые связки. А я сижу, у меня такая ломота в костях, никакого нет настроения, как-то вот так тяжело-тяжело. Я так, знаете, с таким внутренним сарказмом говорю, господи, а что же ты меня поцеловал? Вся жизнь моя, вот такая вот борьба, борьба и борьба. Вы знаете, я искренне хочу сказать, я не духаман, я не говорю, что я каждый раз услышу явно голос Божий. Хотя, я сегодня говорил, я знаю, что Слово Божие, это явно голос Божий, и я в этом сто процентов уверен. Но здесь откуда-то вот из сердца, он сам в разум, я прям слышу вот это Божие Слово. Я твою судьбу поцеловал. Да, и я хочу сказать себе, друзья, Бог поцеловал нашу судьбу. Да. Он поцеловал нашу судьбу. Вы понимаете, Он призвал нас сделать самую великую работу на Земле. Мы это часто не оценим. И поэтому я хотел бы, чтобы мы это оценили. Это первое и самое важное. Оценить, что Бог вас призвал на служение. Понимаете, Он почтил нас. Он нас почтил. Мы Ему никакого отдолжения не делаем. Это Он нам сделал величайшее отдолжение, что Он сказал, сын, я беру тебя в свою команду, ты будешь со мной работать. Дочь, я беру тебя в свою команду, ты будешь со мной работать. И я обещаю, что в конце этого пути ты получишь награду от меня. Лично от меня. Вы знаете, сегодня я говорил немного об эгоизме. Правда, на самом деле, мы эгоистичные люди. Мы хотим, чтобы нас почтили уже на Земле. Сказали нам, чтобы показали нам хорошие слова. И второй мой совет вот такой, исходящий из первого. Держите свое сердце в спокойствие по поводу похвал, и по поводу почтения, и по поводу заметили вас или не заметили. Это не совсем важно. Хочется. Я понимаю, Евгений у нас хочется. Господи, отдал всю свою жизнь этим людям. И все, и все, и все. И думаю, подошел во кто-нибудь на день рождения и сказал, пастор, спасибо тебе, знаете, вот, такое тоже хочется. И забывай, что ты вообще родился на белый свет. Я помню, одно день рождения, я поднялся, так лежу, думаю, господи, может кто-то мне сегодня хоть позвонит с утра пораньше. Вот, слушал звонок, раздается. А вот. И один мне звонит, пастор, ты знаешь, сейчас, ты на объездной машина сломалась, сможешь меня притащить? Думаю, тут, елки-палки, думал, думаю, сейчас скажут, пастор, с днем рождения тебя, хэппи-мердость будет, может, когда мы с шашлыка пригласим поесть? А он говорит, вот, машина сломалась, притащить, я говорю, ладно, сейчас приеду, притащу, а что делать, понимаете? Вот, и, конечно, хочется, но держите свое сердце в спокойствии. Сто процентов однажды нас Бог почтит. Есть один удивительный рассказ за одного миссионера, который из Китая вместе с президентом Зинхауэром возвращался, он плыл с победой из Европы в Америку, а он возвращался в трюме из Китая, пробыв 30 лет в Китае, миссионером потеряв всю семью, умерли деньги, умерла жена. И вот в Нью-Йорке на пирсе где-то встречают президента, и там свита вся, там оркестр, и все, и все, и все, и там столько почтения ему. И он вышел, сел где-то на пирсе, посмотрел на все, на это, а его никто не встретил, даже родная церковь, которая когда-то его посылала на эту миссионерскую работу, за него забыли, хотя бы он и отсылал телеграмму, что он едет, но за него забыли, никто даже не встретил его, чтобы его мешок с пожитками донести, понимаете. И он сел на пирсе и заплакал. Он говорит, господи, я всю свою жизнь отдал тебе, всю всю свою жизнь, я оставил своих детей, я оставил свою жену там, вот на этой миссионерской Ниве, вот они там умерли. И вот ты, посмотри, господи, вот это вот президент страны, а вот, а его, какие ему почтения, а я что, а мне ничего. Вот, а вот, и он сам это пишет, этот рассказ небольшой, наверное, вы можете читать, я, может, вам новости накрываю, вот, и он говорит, я сел и заплакал, и слышу, кто-то прикоснулся ко мне, слышу, нежный голос, сынок, он приехал домой, а ты все еще в гостях. Когда придешь домой, я тебя почту. Там будет другое оркестр, там будет другой оркестр, там будет другое почтение, там Бог по-другому с нами отнесется. Поэтому, друзья, храните верность Господу, храните верность своему служению, храните верность своему призванию. Теперь, что я хочу сказать еще очень важный момент, мне много больше чего вам сказать сегодня, что хочу сказать еще. Я просто хочу сейчас вдохновить вас, потому что я верю, что это правда важно. Это правда важно. Я когда-то в библейской школе преподаю, я много стараюсь рассказывать из жизни, потому что это помогает людям. Не знаю, поможет это вам или нет, но это людям помогает. Потому что часто сухой рассказ или сухие доктрины, они важны, и я за академическое образование. Я вам откровенно говорю. Я верю, и это, наверное, тоже один из советов, что мы должны образовываться. Это 100%. Христианин должен учиться. Всегда пастор, служитель вдвойне должен учиться. Тот, кто ведет за собой людей и преподает людям, от него зависит очень много. Потому что заблуждения, они страшны. Знаете, что человек в конце жизни приходит в тупик и в страшное разочарование. Поэтому важно, чтобы само учение Христа и апостолов, оно сразу не открывается. Оно сразу так вот бас, и все сразу ясно не бывает. Оно похоже на картину, состоящую из пазлов. И в моей жизни в крайней мере это было так. И первый раз я начал, мне было 14 лет, мы начали заочный библейский курс. Один человек у нас, мы сидели, мы в темной комнате, закрывали окна, чтобы КГБшники не пришли, понимаете. И он нам просто читал, а мы сидели записывали. Вот была первая моя школа. Она мне очень сильно помогла. Это были заочные библейские курсы при КГБ. Союзовет Ивановский, Игорь Негода, Баптист. И туда попасть, тогда было то же самое, что выиграли в лотерею. Это единственное образовательное учреждение было во всем Советском Союзе, во всех 15 республик, понимаете. И попасть туда было очень-очень сложно. Он попал каким-то образом, мы удали в лечебники. И он на месте, будучи таким зажженным человеком, верным Богом человеком, он нас, молодежь детей, собирал и нам преподавал как Бог, понимаете. Это была первая моя библейская школа. И она мне очень сильно помогла. И он тогда говорил нам, вы знаете, дьявол готовит часто, он не говорит неправду. 95% правды. Но 5% неправды, лжи. И этого достаточно, чтобы сбиться с пути. Понимаете, вот для этого нам нужно быть зрелыми, иметь некое духовное чутье. Потому что написано, что, смотрите, у совершенного чувство навыков приучено к развлечению доброго и злого. Не надо сегодня бегать за каждым новшеством. Там БТЛ, поем БТЛ. Там еще что-то, пойдем туда. Там поедем, учат проклятие изгонять. А там поедем, учат пророчество, как нужно делать. Понимаете, давайте что-то найдем, какое-то повоззание. И применим, у нас это так же пойдет. Вы знаете, я заметил, что все это временные какие-то эйфории, они всегда заканчиваются провалами. Понимаете? Есть такой едеот, я вам рассказываю, как Винни-Пух идет по лесу, видит на тропинке что-то лежит. Наткнулся, попробовал, емкий палки, хотел бы попробовать, а то бы вляпался. Понимаете? И вот так вот часто бывает. Все пробовать не надо, все не надо через себя пропускать. Совершенный человек должен визуально и на нюх чувствовать, что это Г, понимаете? Что это неправильно. Туда не надо лезть, туда не надо лезть. А парадокс заключается в том, что пробуют и все равно вляпываются. Вот что самое страшное. Как будто бы не видят и не чувствуют, и не понимают. Вот это большая проблема. Сегодня на христианском рынке услуг и предложений тысячи совсем не угонишься. Мы должны знать четкое учение апостолов и Иисуса Христа. И это очень важно для нас. Понимаете? Это основа нашей веры. Это фундамент нашей жизни. Поэтому нам необходимо учиться и необходимо исследовать Писание. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Не просто поверхностно, а исследовать. Исследовать это значит, во-первых, необходимо знать основной посыл, основной вектор Священного Писания. И если какая-то отдельная доктрина не вписывается в этот вектор, это примерно как от картины, ищешь куда ее положить. И не вкладывается. Не надо ее впихивать. Не надо замуж и притягивать. Вот я скажу вам один из примеров. Существует по сей день учение о родовых проклятиях. Вы слышали или нет? Слышали? Может даже кто-то из вас в это верит. Я лично в это не верю. Проклятие существует. Сто процентов. И люди проклинают друг друга. Вот. И это есть. Но вопрос заключается в том, какой выход из этого. И какой выход предлагают сегодня некоторые забитые проповедники. Может быть, меня слава больше не нас проповедует, но я назову имя. Например, такой есть Абсан Бадамука. Не слышали, нет? Слышали, да. Он очень часто, это его конек. И скажу вам, знаете, почему он имеет успех? Ну, во-первых, Африка. Люди малокрамотные. Люди мало читают. Священное писание не исследуют. И у нас за ними идут те, кто не утруждает себя исследованием глубокого анализа священного писания. И что он говорит? Он берет эпитет своей проповеди. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах была оскобина. И начинается проповедь. И понимаете, у Алексея Лидияева в церкви, он проповедует. Алексея Лидияев весь истил, хлопает в ладоши. И ко мне приводит один человек в церковь эту кассету. Я, когда раз, был в Америке. Я провел здесь два месяца, приезжаю, я не узнаю свою церковь. Я подхожу к жене, я говорю, Аня, а что с моими, что с людьми? Она говорит, люди ходят под проклятием. И что он говорит? Тебя, чтобы позвали, вам сына вот обувь, чтобы голосовать. Я говорю, проклятие, не понимаете. Я говорю, нам не лучше, да. Я говорю, а что такое? Я не слышал ничего еще. Я говорю, ну, она говорит, вот у меня есть кассета. Я говорю, видеокассету поставил и смотрю. Смотрю, это, наверное, был 2003 или 2004 год. Смотрю. Думаю, господи. Был бы он сейчас рядом. Я его два раза бы подбросил, один раз поймал, понимаете. Думаю, какая ложь. Это извращение писания полностью. Извращение вообще Божьего Царства. Понимаете. Просто возьмите. Давайте подкроем. Вот просто я ради примера. Давайте подкроем писание. Вот давайте подкроем в Трозакомии, 20-я глава. Все мы знаем. Все мы знаем это место писания. Вот Господь говорит, Господь говорит, как бы, ну, дает, дает, заповедь, да? Нет. Сейчас возьму шумочку. Ну, вот дела. 18. 18, что ли? Как говорит Господь, смотрите, очень-очень удивительные вещи. Вот если мы возьмем даже светхозаветий перспективу, рассмотрим этот вопрос о проклятиях. Что говорит Писание? Я, Господь, Бог твой, который вывел у тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пролицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на земле вверху, на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недавидящих меня, и творящих милости до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих мои заповеди. Здесь написано десять заповедей для служителей. Я бы еще в этом здесь бы дописал, но называлась бы она не выпендриваясь. Вот. Потому что сегодня очень много выпендрежек в служителях, понимаете? Вот. Это тоже очень важный момент. Это я просто к слову. Ну вот, возвращаемся к этой хорошей вести. Друзья, вот смотрите. Я помню, я лежал ночью, я прослушал эту пассету и стал готовиться. Прочитал все эти места писания, которые он берет, чтобы их в контексте разъяснить. Взял вот это место писания и я лежу и не знаю, Слава, и вы, наверное, кто-то из ваших проповедок, когда вам нужно проповедовать, и все равно ночью, вот, у тебя одно шаре пополам спит, одно думает. Понимаете? Вот. Да. Что нужно сказать? А еще такой особенный момент был в жизни, что нужно было сказать. Я помню, у меня Господь пробудил ночью и говорит, их читать. Я стал читать 1 Петра, я вот вам скажу до конца. Ну вот, это за эти перспективы. Я стал утром на проповеде и спрашиваю людей, братья и сестры, а вы к кому себя относите, к любящим Бога или ненавидящим Его? Вы себя к кому относите? К любящим Богу? К любящим Богу. Вам благословение или вам до тысячи родов или вам проклятие принадлежит до третьего рода? Здесь написано, ненавидящий меня до третьего рода проклятие, а любящий меня до тысячи родов что? Благословение. Конечно, мы любящим Бога. Но почему вы вот так себя унижаете, что вам принадлежит проклятие? А 1 Петра 18 стих 1 главы откройте со мной и прочтите. Я наизусть вам процитирую это место писания. Там сказано, что мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов драгоценную кровью Иисуса Христа. Мне все равно, что делал мой отец. Мне все равно, кем он был? Я в Иисусе Христе. Я сокрыт в нем. Я во Христе. Он моя праведность. Он мое искупление. Понимаете, мои дорогие, Он конец всех моих проклятий. Абсолютно. Не надо нам путать генетику, о которой сегодня говорят, с проклятиями. Мы когда говорим, что вот, у человека вашего внука такие же голубенькие глазки, как у меня, или телосложения по коже, кухненькие, толстенькие, или худенькие, наоборот. Мы говорим, вот, наша порода, да, наша, это генетика. Но если, например, он вдруг расследовал, где же предотложения к болезням, мы говорим, это проклятие. Это та же самая генетика. Я бы очень серьезно с вами поговорил. Откровенно. это та же самая генетика. Это то же самое, то, что мы наследуем от наших родителей. И это не называется проклятием. Это нельзя назвать проклятием. Понимаете, друзья, но в Иисусе Христе конец всякого проклятия. Всякого проклятия. Потому что он был повешен на древе и проклят, кто был повешен, он взял на себя проклятие всех нас. Я хочу это понять. И к чему я это все сказал? Я это говорю к тому, что сегодня вот такие вещи сбрасываются в христианство. И огромное количество христиан, целый пласт христиан сегодня, они поражены этим. Понимаете, они этим поражены. Сегодня на нашей земле христианство настолько разношерстное, что всякой твари попарить. У нас в Орле завели черничники. Это последователи народовского богословения, если вы знаете. Я о Славе немножко рассказывал. Я пастора хорошо не знаю, но знаю и его. Его брат родной ходит в нашу церковь. И там они собрали из разных церквей людей. Они так и говорят, что мы не призваны сегодня благовествовать. Это не наше дело. Наше дело входить в существующие церкви и наше дело в этих существующих церквях как бы приносить новое веяние проносить новое слово новое пробуждение понимаете. Это наша задача. Ну и что они делают? Они чудят по-русски говорят. Понимаете? Они чудят. Чудят по полной программе. И люди туда идут. Людям это нравится. Они пьют Дух Святой, курят Дух Святой, колят Дух Святой, нюхают Дух Святой и балдеют. Правда? Балдеют. Я рассказываю и все в кайф падают, сразу спадают, все нормально. А вот если ты приходишь к ним и ты сидишь на собрании и тебя действуют не торпят никаким образом, то они подходят к тебе и говорят слушай, в тебе живет бомер, который построен плотину и река Святого Духа не течет. Мы должны тебя в колонию колоким бомрят. Логично. Логично. Ничего не скажут. Вам про надо вытравить из себя. Укулами по времени надо порогами. Понимаете, кажется, сказка выше категории. Но люди идут. Почему? Потому что люди не утруждают себя исследованием писания. И вот мое заявление. Никогда никакое чудо и сверхъестественное действие не может доминировать над истинной Словом Божьим. Я хочу, чтобы вы это поняли. И существует, мои дорогие друзья, аксиома оккультности. А оккультность, аксиома оккультности, сейчас, если я до конца правильно вспомню, я сейчас ее вам процитирую, она звучит примерно вот так. Всякое сверхъестественное действие, не находящее нескольких подтверждений в Священном Писании и богословство обоснование можно считать опухольтным. Понимаете? Что значит богословство? Я всегда говорил и говорю, богословские книги, богословское образование, оно важно. Потому что сидит человечек, написал книжоночку, понимаете, под каким-то определенным вдохновением, распространил ее, свой собственный опыт, его прохватили и целая армия последователей. Понимаете? А там может быть совсем ничего нет библейского. Это просто его опыт. Почему богословские книги, они более ценные? Потому что они проводят некую богословскую цензуру. Они не могут быть выпущены, если они не были исследованы несколькими людьми богословами, которые имеют определенный вес, образование и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Там можно протолкнуть такую лажу. А я не против них. Очень много хороших них, хороших служителей, хороших евангелистов, помазанников и так далее. Скажем, из них будет Бог по-своему разбираться. Но я хочу сказать сегодня, что каждый из вас это индивидуальный служитель, индивидуальная личность, и вам нужно эту квартиру перед собой иметь и эти пазлы постепенно вкладывать. Минимум, который вы должны знать, это доктрины. Доктрина о Боге, доктрина о Христе, доктрина о Святом Духе, доктрина о дьяволах, доктрина о дьяволе, доктрина об ангелах, доктрина о человеке, доктрина о последнем времени, хотя, скажем так, до конца никто не знает ее. Если вам кто-то скажет, что зарубь придет Христос и он точно знает, в каком он году придет, не верьте, он врет. Понимаете? И если кто-то знает, что Христос придет до великой скорби, среди великой скорби или после великой скорби, тоже не верьте. Никто этого не знает. Никто этого не знает. И то, и другое, и третье мы находим как подтверждение в Священном Писании. Классическая версия, которую говорят свои баптисты и большинство классических 50-х, ему, в общем-то, это, наверное, все классическое образование христианское говорит о том, что он придет до великой скорби и церковь будет вознесена. Ну и основное местописание, на котором основывается и как-то сохранил слово терпение моего, то я сохраню тебя выходил из слушения, которое придет на всю среду, чтобы испытать живущих на земле. Понимаете? И как бы это основное место и оно обыгрывается полностью о том, и говорят о том, что Христос придет и возьмет свой церковь, церковь не будет проходить через испытания последнего времени. Есть другая версия, что при половине Сибиры прекратился жертвой и три с половиной года церковь будет присутствовать здесь на земле. Понимаете? Есть третья версия, которая тоже подтверждается, что при последней трубе апостол Павел говорит, ибо вострубиты и мертвые воскреснут нетленными, а мы оставшись живых будем восхищены на боках последней трубой. Это как бы седьмая труба, когда вострубил ангел и взялась последняя чаша дева. Если сказать, чему придерживаюсь я, я придерживаюсь, чтобы мы пробудем всю великую скорбь на земле. Потому что нет никакого смысла мучить людей, если некому будут этих людей принимать в церкви и некому будут этим людям помогать и приводить их к покаянию и к Христу. И вообще, чем мы хуже первой церкви, которая прошла через страшные гонения и через страшные уголков. Понимаете? Чем хуже последняя церковь или лучше последняя церковь? Ну, это моя версия. Я не буду ни на чем абсолютно настаивать. Потому что я сказал, я не знаю, это просто мои внутренние ощущения, они вот такие. Они вот такие. Понимаете, мои дорогие? Вот. Поэтому мы должны знать доктрину о последнем времени. Мы должны ее знать чуть-чуть хотя бы. А вот. Доктрина о человеке, о последнем времени. А вот. Доктрина о браке и семье. Она существует в Священном Писании. И она очень-очень ясно описана. Понимаете? Доктрина или же учение о дарах Святого Духа, о пятикратном служении. Вот. Вот эти вот вещи, они как бы основополагающие для нас. И я однажды приехал в Пятигорск полечиться в санаторий. И узнали, что я приехал. И меня стали продолжать. И от того, ни одного вещи у меня свободного не было. Там очень много наших церквей. Просто много в округе. Прям там минводы, кислородство. Пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Все-все-все. Там много очень церквей. Там прям 50 километров в город, 50 километров в город, 50 километров в город. Вот. И в общем, я вечерами приезжал до домашней группы. Там тоже была библейская школа. И так сидели, беседы разговаривали. Я понял, что у этих молодых пасторов, которые вчера прошли реабилитацию, три года, как они верующие, у них вообще свой Бог в голове. У них он не библейский. У них свои собственные доктрины. Он читает Священное Писание. Ох, ему понравилось место. Он там, о, озарение пришло. Вот. Он берет, вырывает из контекста это место и делает уже целое учение, целую доктрину. Я там только сказал. Я их собрал, сказал, ребята, если вы не сядете за парты, я буду ходатайствовать о том, чтобы с вас было снято служение. Они испугались. И потом была собрана большая-большая группа с Кавказа, молодых пасторских жителей, которые когда-то были, значит, ну, в начале церкви с реабилитационным центром. У нас в РосХВЕ в России 670, 660, 670 только реабилитационную церковь. Понимаете, на их основании строятся новые церкви. Это правда. Это правда. Вот, например, Сергей Непомнящих, вот, у него, вот, порядка сейчас 120 церквей, и большинство их открыли, это бывшие наркоманы. Вот. И они поприехали все. Сергей Васильевич их приказал, и я ему сказал, что собираю всех этих студентов сюда. Они приехали в нашу семинарию, и вот у нас есть такой Хайдайчук в Санкт-Петербурге, хороший преподаватель, такой, такой, классический учитель. Он, вот, кстати, вот здесь в Америке, в Кримпене, в Теннессе, учился в университете Ли, церковь Божия, заканчивал его. Ну, и, в общем, когда он стал им преподавать, возгласы. Ёлки-палки, это что, я всегда неправильно проповедовал? Это чему же я учил людей? Понимаете? И это там, это прозрение, оно важно, оно нужно. Поэтому мы должны это делать. Вот эти вещи, минимум, которые должны быть, и мы обязаны его знать. Еще несколько вещей, друзья. Хотелось поговорить о моральном облике служителя, моральный облик служителя. Я просто коротко сегодня во всем. Хорошо, да? Вот именно моральный облик служителя. Сегодня, на самом деле, с этим большая проблема. И, я уже Славе рассказывал, я всего не могу рассказать вам, потому что я не имею права даже это рассказать, но я в комиссии по этике нахожусь, в большом, огромном союзе 4 тысячи, 4 тысячи, 3 тысячи. И приходится выезжать на определенные разборки, когда упал пастор, или когда жена пастора доминирует над всей церковью, понимаете, доминирует пророчеством, женит, сватает, разводит, что хочет, делает, понимаете, и делает это безнаказанно. Вот, да, вы даже не представляете, что бывает. Авторитарные правления, вот, очень часто бывают, никакого фориоприорализма мнения быть не может, и так далее, и так далее, и так далее. А вот, и вот разводы среди служителей, это сегодня прелюбодеяние. Это сегодня же даже в некоторых моментах воспринимается не как мерзкое извращение ветхой природы, а просто какая-то определенная шалость. Ну, они сошлись с характерами, разошлись, и он дальше, как ни в чем не бывало, продолжает служить в церкви. Понимаете? У нас в Анценске, мы давно похоронили этого парня, а вот, Убер, у нас в Анценске была церковь, наша, церковь Божья. Ко мне приехало 18 женщин, я сказал, Павел Сергеевич, мы хотим вам сказать, что мы все переспали с нашим пастором. Да? Это что, клуб переспавший? Да. Понимаете? И это не просто. Вы знаете, это духовные действия, я вам серьезно говорю. А почему они приехали? Они приехали, а прозрели, приехали, надо покаяться и закончить с этим. А. Понимаете? пробивной. Я сейчас говорю, рожденный ползость везде пролез. Понимаете? А вот. И он везде пролез. Он побывал, он побывал. И у мэра с ним познакомился, в бане парился тоже с девушками. И там, и там, и там. И мне до этого уже наш мэр, я с ним тогда был в неплохих отношениях, он мне говорит, а такой, Юра Барлачев, это ваш? Я говорю, да. Ну, он как-то, он говорит, не по-поповски себя ведет. Понимаете? Не по-поповски себя ведет. В миру тоже стандарт. С нами, как бы, вот это, дело делает и то, и другое, и другое. И к чему я говорю? Он так наследил в этом церкви, что там проповедовать невозможно. Что там мы только не делаем, а церковь никак не растет. У вас прекрасный там пастор, просто прекрасный пастор, имеющий высшее духовное, теологическое образование. И сам по себе он высокоморальный христианин. И все хорошо, а ничего ведет. И все говорят, а вы Горлачевы помните? А вы Горлачевы помните? Вы знаете, что он здесь у нас творит? Понимаете? Да? Я разговаривал с одним парнем из Кировоградской области. Он сказал в такой момент, что это были 70-е годы. У них там одно селение, они будут называть такое точное. Я как раз, когда мы были в кукурузе, Слава, он рассказывал эту историю. А вот, мы как раз уехали, а он рассказал эту историю. у нас в Кировоградской области пророк на пророчество в одной церкви, 50-е, была большая 50-е церковь, где вот все были консервативны, были все на одной масти, все как на подбор, все были в платках, все на коленях молились, все было один сборник, а они молились. Все было одинаково. Ну и в общем, пророк на пророчество о том, что такого-то числа придет Христос. А вот, они порезали своих свиней, раздали своих коров соседям, разобили окна, некоторые даже свои дома зачем-то продали, кто знает, зачем тебе нужны было продавать, может, кому-то день и оставить, я не знаю. И пошли на Бугор встречать Христа. Пробыли на этом в Бугре две недели, там был отец один умер у них, понимаете, они там его похоронили, этого младенца. И все, жаль, что Христос вот-вот придет, а пророк говорил, еще-еще надо подождать, еще-еще надо подождать. И вот этот пастор говорил оттуда с Александрой в Абратской области, он сказал, хотите вверх, хотите нет, в этом поселке вот с тех 70-х годов или 60-х нет ни одной церкви. И что мы там не делаем? Мы не можем там оставаться церкви, не можем оставаться. Вот так можно следить. Вот так можно следить, понимаете, вот так можно закрыть дверь благовестия. Поэтому я хочу сказать, моральный облик очень важен для христианина. И мне еще тут есть совет. Никто не застрахован от того, что он может упасть. Пожалуйста, разбирайтесь с этим сразу. Не думайте, что вы сами сможете с этим разобраться без помощи и без исповедания. Совсем недавно, месяц 20,5 назад, чуть больше, месяц 20,5 назад, ко мне пришел пастор из церкви Исход. Он не в моей ассоциации, но в одном союзе. У него есть свой епископ в Ростове. Мы в одном городе с ним. Он тоже бывший реабилитант, четверо детей у него, прекрасная, красивая, супруга. Он пришел и сидит. Можно я к тебе приду? Я говорю, хорошо, приходи. Мы с ним сели у меня в кабинете и два часа мы говорили обо всем. Чай, пиви. И он говорит, так хорошо здесь и так не хочется от тебя уходить. Потом, через пару недель, у меня вот даже в телефоне есть эта переписка, я получаю от нашей соседки, на улице мы жили, в которой его церковь, церковь сейчас ходит, тоже бывшая наркоманка девушка. Она говорит, Павел Сергеевич, а что, пастора отлучили запутное деяние? Я ему звонил, я говорю, Юр, я говорю, а что ты не говорил? И он говорит, когда-то упал. Он говорит, ты помнишь, как мы сидели с тобой? Я все решался, я хотел открыться, я хотел поговорить. Мое сердце рвалось на русский, но я так и не решился. Я так и не решился с тобой поговорить. Накончил все плохо, жена узнала. Правда, слава Богу, сохранили, приехали братья, сохранили семью, его отстранили от служения, конечно же. А вот, все получилось вот так. Если вдруг происходит падение, я вас прошу, ради своего собственного спасения, ради того, чтобы не прицалось Царствие Божие, скорее идите на исповедание, найдите себе человека, с которым вы будете иметь откровенное отношение. У нас в союзе Роскале есть правило, и я расскажу, это правило, правило. Каждый служитель обязан иметь двоих подпечателей. Это тоже таких же служителей, как он. Это лучшие все должны быть из другого даже города, с которыми он имеет взаимоотношения, с которыми он делится отравенно, общается. Я скажу, это нам помогло. Когда мы приняли это решение, у нас просто сократились вот эти моменты, можно сказать, хронических таких заболеваний. Понимаете, тогда, когда уже лечить невозможно. Тогда, когда уже ничего нельзя сделать. Конечно же, лучше всего не падать. Лучше всего не падать. Но если упал, не затягиваясь, сказал, ой, почесал больное место, пришел к пастору, откровенно, все честно рассказал, помолился и иди дальше. Если тебя отстранили, сказали, побудь чуть-чуть, посиди, тебе нужно чуть-чуть одуматься, восстановиться. Ни в коем случае не надо гнуть пальцы перед носом твоего служителя. Да что ты понимаешь? Да как ты можешь, как ты имеешь право? Имею. Имею право ради тебя самого и ради Царства Божьего себе. Имею право такое. Моральный облик должен быть у служителя безупречным. И это правда. я верю в восстановление. Я верю в восстановление. Я верю, что дары и служения не преложены. Но это должен быть какой-то период, какое-то время, когда человек проходит внутреннюю глубокую реабилитацию, взаимоотношение с Богом, взаимоотношение с церковью, взаимоотношение с теми, с поссором, и так далее, и так далее, и так далее. Верю вот во что. Если произошел развод, такой пастор служителем больше быть не может. Это мое личное мнение. Я в это верю. Может вы и так верите, это дело ваше. Я верю, что он служителем быть больше не может. Особенно если развод прошел и он, и она были верующие или же по вине самого пастора. У меня был один момент, когда развод произошел, он ходил вокруг девяти этажа, где она жила пять лет и за нее молился. Она нашла себе другого человека. Потом, через пять лет, они восстановили семью, пожили два месяца, и она опять нашла себе человека выхладного. Мы его оставим служить. Он из Сибири взял себе женщину. У этой женщины был ребенок полностью больной, даун, не даун, а даже овощи, просто овощи. Он прожил мальчик 15,5 лет, он носил его на руках, он за ним ухаживал, и при этом он еще вел церковь. И вот в этом году, в начале этого года, мальчик умер, они его похоронили. Он продолжает служить. У него хорошая жена сейчас, верно, хорошая семья. Самое интересное, что я был здесь, у нас был праздник Пасхи, и мне моя жена сказала, что первая жена была на празднике Пасхи, вместе уже со взрослой дочерью. и потом он приезжал пропедовать к нам без меня прошлое воскресенье, прошлое 12 числа, 12 числа приезжал пропедовать к нам, и его дочь сидела тоже там в церкви у нас слушала его праздник. Понимаете, друзья, продолжает работать, но это в виде исключения, в виде исключения. Такие моменты были в России, на Украине, такие моменты были, и как ни в чем не бывало, сошелся с лидером прославления, с девушкой, вот, забросил свою жену, семью, и говорит, Господь хочет, чтобы я был счастлив, я просто не был счастлив со своей женой, а Господь хочет, чтобы я был счастлив. И все. Чувство самое настоящее, понимаете? Не забывайте о том, что брак это прообраз Христа и Церкви, и Христос остается верным нам в любых обстоятельствах, которые в нашей жизни. И это прообраз мы не можем разрушать. Мы не можем разрушать. Поэтому Библия говорит об этом, что брак, он нерасторжим до смерти одного из супругов. Еще что мне хочется сказать. Сколько мне времени еще? Еще 10 минут. еще что хочу сказать. Несколько вещей. Служитель, само слово служитель имеет определенную нагрузку. Слуга. Мой отец всегда говорил вот такие слова. Говорит, сынок, ты не господин, ты служитель, ты слуга, пастор, служитель. Пастор, ну, служитель, это слуга. Понимаете, слуг, гад. этим все сказано. Вот этим все сказано. Учиться служить это очень и очень важно. Для нас с вами. Иметь сердце спокойное, иметь сердце негодилевое. А сегодня, вот, заметьте, что сегодня, какая-то дается в христианском обществе. Вот, вы заметите, каким рисуется сегодня служитель. Это такое хрисвитами нужное, которое все продвигает. Он пастор-менеджер. Он крут. Вот, как в одном кино говори, как крышка косой. Понимаете, вот, круче его нет никого. Он заходит на каплю, у него только вот уже сзади павлине хвост его спустился, найдет грудь вперед. Понимаете, он вытирает с павлосом губу, он бросает пиджак. Вот, он, он крутой, он крутой, понимаете, вот, этим все сказано. Ручей водит никого. А, он не слуга. И это правда очень и очень сложно. Сегодня, это, таким сегодня рисуют служителя, таким его дедом сегодня. Он такой сегодня в книгах, в богословских, во многих, не богословских, больше в таких простых книгах, в трудах некоторых христиан. Задача его, такого служителя, вокруг себя собрать церковь, которая будет подтверждать его славу, которая будет дальше возносить его на пьедестал славы. Понимаете, я в откровенном говорю, это моя боль, внутренняя боль. Я еще ни разу не видел, чтобы эти люди не пришли к краху. В конце концов, они приходят к краху. Когда ты видишь такого человека, у нас загораться красная лампочка. С этим человеком мне не по пути. Даже если он в рынке крутые вещи, даже если за ним идет толпа сегодня, закончится это крах. Потому что Бог против этого. Я сегодня говорил об этом. Христос разбирался с нашим эгоизмом. И он продолжает разбираться. Настоящий ученик Иисуса Христа это тот человек, который не заигран с эгоизмом своим, а который умершляет свое ветхое греховное яд. Умершляет его. А не подпитывает его. Сегодня Бог сделал какое-то чудо в церкви. Вдруг кто исцелился и там что-то такое случилось. Сразу появляются видеокамеры, лазерные софиты, появляются бенжмейкеры, поправляют прическу, уже костюм от Версачи можно паркер и все, и все, и все. Он уже на пятистале нужен корт. И как началось так все и закончилось. Потому что Бог сказал я не дам своей славы и новому. Посмотрите как действовали ученики Иисуса Христа. Они действовали по-другому. Это не бы. Это Иисус который вырастил он поднял этого больного. Они направляли славу до Христа. Вот это основная моя дорогие друзья как бы это основная черта служителя это держит свое сердце в смиренном состоянии. Я скажу что это приносит больше покоя в Боге. Это приносит больше стабильности в Боге. Это держит нас в правильных отношениях со Христом. Христос сказал научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Найдете покой. А гордый черт это человек не находящий покоя. ему нужно вечно гордостью подпитывать. Он страдает от того что она не подпитывается потому что она имеет способность разрастаться до неимоверных размеров. Гордыня человеческая которая и приводит людей к падению вы все примерно это понимаете. Да. Может есть какие-то вопросы? вопрос? У меня вопрос два человека потому что жена но один не виноват вот она взяла и ушла все равно исключат этого человека или наоборот я сказал конечно это уже сложно но вот у нас было несколько таких случаев в большом союзе у меня в моей ассоциации был один такой случай я за него рассказал вот когда каждый случай индивидуальный он индивидуальный вот нужно разбираться однозначно но если например сам пастер а таким у меня было несколько случаев сам попал в прерывы деяния а я слежу я вам с вами с вами говорю очень все просто а ситуация вот такая он как бы в церкви он на работе жена дома трое четверо детей а вот не все хватит как хотелось бы чтобы ладилось он себя вроде бы почувствовал несчастным и так обласкан вы не понимаете вот конечно есть 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 проблема я искренне хочу сказать что я забрался в разных моментах есть моменты когда в семье как бы не восполнены потребности друг друга сексуальные потребности невосполнены эмоциональные потребности невосполнены это тоже за этим надо следить и сестра хочу сказать вам это очень важно я как мужчина это говорю я это понимаю прекрасно понимаете это правда очень важно были моменты когда было понятно что жена виновата но не всегда но даже если она виновата это не говорит о том что нужно идти на развод нужно работать на своем взаимоотношении тем более что ты пасла вот и просить помощи у кого-то продолжать строить семью разбитая семья несчастные дети а вот и самое страшное а вот ну кому-то вот симпатичную сестренку из такой был в ровно этот как его игры не знаю об этом везде в интернете сегодня христианство это большое деревня одним кликом на компьютере ты попадаешь во все христианское сообщество ты все знаешь что не случилось понимаете а вот все не случилось ты все знаешь поэтому надо продолжать работать над этой ситуации а вот это самая крайняя мера чтобы разойтись и уйти я был один момент один случай когда вот такой вот произошел а вот прошло лет семь он ко мне лично подошел и сказал то время когда жил со своей женой и со своими детьми я вспоминаю как самое лучшее счастливое время я бы хотел возникнуть назад но уже просто через не получается вот если бы работал над этим господь хочет чтобы у нас была одна семья одна жена один муж до смерти одного и супруга так нам были священном писании она хочет я в этом вопросе очень консервативен я верю что так оно должно быть так должно быть и у христа есть одна невеста церковь невозможно чтобы они не пришли кстати это тоже испытание церкви церковь церковь даже останется еще крепче тут вопрос вопрос вот того как реагирует сама община основной костяк понимаете я верю что есть служители и он с вами как в описании и он бог поставил одних апостолами другим пророками евангелисты и учителями это не мы поставили есть устройство церковь и это устройство бы не имея право нарушать есть и люди которые поставляют других на служение и те другие должны быть послушны этим пока они сами не станут на позицию чтобы других благословляют понимаете о чем я говорю да вот они должны быть послушны и вот здесь очень важный момент я говорю вот так даже если ты сейчас еще что-то не понимаешь но пастор говорит драгоценное мы видим здесь проблемы знаете мне были такие моменты когда я еще даже не знал в чем проблема я сам разобраться не мог я просто каким-то внутренним чуком каким-то нюхом вот подсознательным чувством не загоралась вот эта красная лампочка здесь что-то не то я я люди будьте со мною я пастор который виду вас мне придется отвечать за вашей жизни пред богом мне придется отвечать понимаете у нас был один православный священник варле он пробыл всего полгода и он был важен на наших пасовских городских собраниях тусовках когда мы собираемся все пасторы он сказал у нас сегодня каждая папка сама себе богослов понимаете да труд добраться уже кому-то чего-то научить и знаете как как верит они не в евангелие они верят в предание его культизм но это понимают богословие понимаете понимают и учить других давайте вот такая ситуация я хочу сказать вам сегодня есть пастор который идет церковь позвольте ему вести вас и быть послушанием бог сравнивать церковь с отцами но мы не богословие люди понимаете кого-то и нас нельзя там суп цв под зад меклой и направить понимаете позвольте быть направляемыми и управляем вы сами должны это сделать позволить и все будет хорошо а это это должно быть тем более до последнее время и будет столько и таких разных и таких привлекательных и таких заувалированных поверьте мне что спасибо спасибо я верю в первый вариант потому что надежда должна греть сердце если у нас есть выбор во что верить если есть его нет то мы можем так верить мне кажется честно так ветеря по сердцу вознесений до скорби я не беру рубаху что именно вот так или по другому но если я читаю писание мне кажется это такая более а тогда братцы нам нужно со дня ранее не ожидать жести Христа да она формы в тонусе идет вот эта вера во внезапное вознесение она просто вот эти темы спекулировать нельзя спекулировать нельзя но мы говорим опять на самом деле зачем мы говорим читать писание и не уникать любое заблуждение на чем основывается на незнании на незнании и на давлении они давят продавливают свои места писания абсолютно игнорируя такие же места писания но другие нас своими местами писания да вот свидетели его встречаются о чем они начинают разговаривать какое имя Бога вот для них как будто в Библии ничего больше важнее нету чем имя Бога они тебя просто растопчут с этим именем Бога только уйти с религия в имени Бога они ничего не знают да давай помолимся брат сейчас просто наполниться духом ой Господи упаси не 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 только не молиться как почему не молиться только не эта тема знаете они знают свою цель поэтому если писание платуем писание и на одном месте писание и даже на двух нельзя смотреть интересно как апостол Павел писал Тимофеев да 2 Тимофея 3 3 глава 12 стиха да и все желающие жить благочисимо при Иисусе будут гонимы злые же люди и обманщики будут преиспевать во зле вводя в заблуждение и заблуждая а ты прибывай в том чему научен и что тебе верено зная кем ты научен при том же ты из детства зная священные писания которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса то есть он не просто открылся он говорит ты прибывай в том чему научишь зная кем ты научен для меня не все равно откуда пришло то что я верю и как оно в жизни появится на браке как оно проверено то есть если они называют злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле вводя в заблуждение и заблуждаясь то есть проблема с елесями такая что люди которые за них цепляются они на определенном этапе даже не чувствуют что они сами заблуждены они не чувствуют надо понять там написано злые люди насколько они злые а знаешь кто такие злые люди а кто такие? отсутствие добра нет а что? а злые люди это не кого Бог злыми называет а кого Бог злыми? а вот посмотри в писание кого Бог злыми называет потому что Иисус умер за всех людей и злых нет вообще тогда потому что Иисус за злых не умирал все добрыли а злой тот кого Бог называет злым а не я решаю кто злой знаете не я решаю кто злой не давайте что ты лично что ты лично злые являются родителем ереси по логике те кто делают зло они являются носителями ереси носители ереси они делают зло это не на обратную сторону злые носители ереси а кто так определить? вот я поэтому и спрашиваю но носители ереси не всегда злые они такие богообразные но если мы говорим так как пастор смотрим как ереси то они нещут ереси не потому что они злые они неся ереси делают зло вот почему они злые злые отделяются да но злые как мы их определим ересь это или не ереси злой он или не злой только словом проверяется если мы знаем писание хоть немножко у нас нету критой мы знаем убийца злой человек тот там мать унижать злой человек а еще есть духовное зло и писание говорит кто несет иное учение злой человек кто разделяет церковь злой человек это злой человек это волк он говорит по моем отшествии войдут к вам лютые волки не щадящие стадо из вас самих вас станут эти волки понимаете эти лютые волки понимаете когда человек ради своего собственного эгоизма ради утверждения своих собственных каких-то вещей начинает рвать церковь это злой человек это волк вот я согласна с вашим понимаете он рвет церковь он не жалеет лишь бы его вот стало на первое место смотрите я прочту в новом переводе одно место писания 2 Тимофея смотрите 3 4 стиха возвещай слово будь настойчив и в удобное и не в удобное время исправляй обличай ободряй и терпеливо учи потому что наступит такое время когда люди не будут выносить здравое учение это не то они не будут выносить здравое учение то есть они будут болезненно реагировать они будут приглашать и жадно слушать тех учителей которые будут говорить им лишь то что они сами желают услышать они перестанут слушать истину и обратятся к мифу но ты во всем будь трезвым переносить трудности делая свою работу возвещая радостную весть исполняя свое служение понимаете если вы обратите внимание то есть они не придут они как перестанут слушать то что они раньше верили и возьмут себе что-то то что теперь воле им подходит поэтому если нарушается единство это признак зла это признак зла это признак зла то есть Бог созидает Бог никогда на разрыв не работает то есть если там уже работает на разрыве это практика смотрите в практике такое было в христианстве это нормальная вещь когда люди в чем-то вырастают до чего-то они говорят я вырастаю допустим человек в баптистской церкви который пережил крещение Духом Святым он приходит пастор и говорит пастор я молился я начал говорить нормальный в большинстве случаев нормальный баптистский пастор ему скажет спасибо что сказал спасибо что поставили известно я верю вот так мы как церковь верим вот так но тебе уже будет комфортнее вот через дорогу есть пятьдесят несколько церковь они там на языках молятся вы там будете себя чувствовать своей тарелкой мы тут будем не чувствовать себя комфортно если вы будете на языках молиться мы вам будем говорить брат перестань а там они будут рады раз уже такое произошло ради мира и устройства это практика христианства нормальная практика но если я пришел в баптистскую церковь заговорил на языках и тихонечко буду в этой церкви давайте ты еще один заговорил другой заговорил третий заговорил а потом давайте проголосуем чтоб пастора недуховного снять проголосуем чтоб пастор у нас знает знаете вот это уже ни в какой динаминации такие порядки не проходят это получается знаете естественно в них то я не знаю написано доколе придем все в единство вверх это вопрос времени естественно разномыслия будут но вопрос ереси как духовной атаки на церковь это очень серьезное написано невозможно не прийти соблазном но в горе через кого они приходят друзья серьезное предупреждение понимаете когда когда мне допустим я слышу такое убеждение вечной безопасности такая вечная безопасность спасения такая вечная безопасность тогда пол библии которая предупреждает берегите стих берегите стих смотрите за тих придут те берегите стих вот в библии можно просто вычеркнуть сказать она не к месту потому что у нас гарантии у нас обещано нам сказано черным по белому написано не я его писал и поэтому оно противоречие получается если тут у нас вечная безопасность спасения то причем тут лжепророки причем тут лютые волки причем кто мне может повредить если из его руки никто никогда не принят ни в условиях не выдернет меня ну вы понимаете в чем нет и в чем нет да если не выдернешь тогда можно сказать я бы так писал чихайте на лжепророков чихайте на лжи учителей чихайте на всех кого можете только чихнуть потому что у вас вечна безопасность спасения вам ничего не грозит потому что вас никто не похитит никогда ни в каких обстоятельствах расслабьтесь и живите счастье но полного завета предупреждение 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 наставление ободрение утешение вдохновение защищайте пасите божье стадо пасите людей спрошу кто не пасет знаете проклят то дело боже небрежно со страхом совершайте ваше спасение со страхом это же писание или это наши просто добавки такое же писание которое говорит да действительно сроки не похитит я верю никто не похитит когда не похитит если ты смотришь на горнего при твоей верности никто не похитит когда ты будешь верным ты будешь стараться как писать написано старайтесь тогда действительно я не верю что можно похитить при вашем старании это нету такого врага который хранит его написано хранит себя и лукаво к нему не прикоснется но все таки же хранит все таки какой то часть есть поэтому смотрите какие вызовы какие атаки это против церкви друзья дорогие это не просто вот против нас вот мы существуем сколько два сколько церковь существует уже вы знаете как церковь наша началась она не как церковь наша началась кто знает историю нашей церкви с чего мы начали кто не знает мы начали с 8 человек пастор Юра приехал и взял под свое крыло так сказать 8 человек которые остались от развалившейся церкви которая осталась без пастора человеку где-то наверное было человек до 150 наверное доходило потом пришла еле и в итоге все развалившись осталось 8 человек и они молились что Бог им послал пастора вот пастор Юрий приехал и начал служить этим 8 человеком и вот так вот выросли до того что мы выросли мы за 20 лет видели много всяких на постель на церковь на пастору вы знаете как мы через это все прошли подставляя плечо друг другу в трудное время со слезами с любовью с пониманием с терпением точно так как написано в Писании мы не ставим себя на место Господа мы не делаем никакие вердикты никому мы не судья праведный есть судья праведный но мы люди которые все таки каких-то принципов в Писании придерживаемся искренне смотрим друг другу в глаза и в Писании и вместе как семья как команда как церковь Божия поместная идем туда куда нас ведет Дух Светлый поэтому спасибо пастору я просто попросил поделиться какие вызовы сегодня перед церковью вы знаете епископ видит больше чем пастор когда у нас одна церковь а когда у него наверное сотни церквей вы знаете и вот эту картину реально видишь по одной церкви ты видишь только одно когда ты видишь несколько церквей одними тем же да да когда мы приехали в каком-то не помню в Сибирь когда мы там проводили аккаунты для служителей потом мы когда сели поговорили мы видим просто вот картину из 100 пасторей наверное 90 были на грани готовы бросить служение да вы знаете вот там регион все смотрят вау один из лидирующих регионов России по пробуждению когда мы начали с служителя служители нас столько на износе на столько на издоке на последнем дыхании вот-вот-вот ладно один, два но когда девять из десяти а представьте вот это бы произошло бы кто бы радовался скажите я бы рад ооооо пробился представляете Бешилов закрой двери кто будет радоваться в Небо будет радоваться нет я не думаю что там такая великая радость будет была такая церковь больше или нету враг поменялся враг не поменялся его примерно одни же и те же вещи но я знаю чем я спросил я знаю сколько с пасторами мы консультировались общались даже нашу ситуацию обсуждали немножко церковно вот когда так а елис эту церковь конкретно церковь это одна из самых тяжелых потому что когда мы видим когда сатана искушал христа когда он не мог бытовыми вещами христа голодом и сердцем когда он брал писание и дело вот такое написано когда дьявол цитирует тебе писание он не преследует цель помочь тебе с духовным ростом чтобы ты еще углубился и еще немножко вырос христос это знал его этого не знала христос остался голодным а ева насытилась я не обвиняю я думаю тут больше вины а там что он прохлопал когда с его женой кто-то другой разговаривал но реальность такова если мы смотрим искушение христа если брать их в прогрессию да хлеб слава да и самый высший пилотаж когда берут священное писание и его тебе раз преподносит и ты такой да библия тебе говорят ты че не видишь заметьте иисус кого-нибудь давил писание когда тебе начинать ты че не видишь ты че вот здесь ты че вот знаете что мы растем духовно и когда мы растем духовно нам открывается вот эта вот картина тут даже которую мы раньше не видели как мы ее вроде и видели вот кто из вас читает библию и вы говорите я это раньше же видел да ну как я раньше это там не видел наш там было заметить что когда вы растете вы начинаете видеть совершенно другую красоту но не против того что вы видели раньше а продолжение раскрытия не я никогда меня не уже не лошадь я читал а я всю жизнь верил там я читаю я вижу красоту глубину и я благодарю бога за то что бог работает и говорит с каждым местом поэтому выслужителя вы я когда-то сидел так вот за партой мне говорили выслужителя знаете на самом деле это правда потому что ваша твердая позиция это счет о спасении это кому-то помощь я вот лично глубоко верю именно в работу церкви я верю в пастору я верю в апостолам я верю в призвание но я верю в тело креста тело креста это мы с вами мы можем сделать вместе намного то я думаю что самый большой урон церковному существу нанесло папство нет это мировоззрение которое подразумевает святость а при одного особенного человека на и и представителя понимаете то есть я святой но я не выше святее чем вы мы святые в теле христовом тело христосвято и как часть этого тела мы сято я верю в корпоративную благодать почему дьявол вот этим вот бьет потому что знаете это сила вы знаете двинуть нам нью-йорк один человек нью-йорк не двинет понимаете один человек не двинет какой бы духовно ни было него не двинет и дьявол знает когда церковь заговорит не просто ничего когда церковь заговорит дела будут меняться и в битвам не кажется именно против единого голоса церкви как таково подробить да помните как сатана просил все пшеничку зерно само по себе давайте вот поэтому благословите и слово его нас укрепит и все эти атаки они закончились только одним мы выйдем сильнее чем мы были до этого это будет мощь это будет мощь знаете если все эти атаки про ереси заставили нас более серьезно и более искренне относиться к писанию вникать него аллилуйя слава господи поэтому я знаю что любящий бога все содействует это я думаю и в личном плане церкви относится спасибо давайте мы помолимся поблагодарим господа